Каждый из этих ребят знает, чего он хочет. Например, в планах молодого ворчанина открытие своей киностудии. Он уже написал 11 сценариев будущих фильмов. А жительница Шерлыка хочет стать многодетной мамой и заниматься общественной деятельностью. Своими планами свете спикером законодательного собрания Александром Кунеловским поделились участники молодежного образовательного форума «Политконвент». Я вот за то, чтобы профессия мама была в трудовом перечне и за нее даже начисляли трудовой стаж и пенсию со временем платили, компенсировали от государства. Многие из ребят хотят открыть свой бизнес. Александр Кунеловский поделился своим опытом в этой сфере и подчеркнул, что сейчас быть предпринимателем непросто. Но для производственников сегодня зеленый свет. Импортозамещение набирает обороты. Другого пути нет. Единицы стран сегодня способны строить авиационный двигатель. Их раз, два, три, четыре. Все. И в том числе вы. У нас уникальные компетенции. И мы их сейчас будем восстанавливать по-любому. Молодого учителя из Сорочинска интересовало мнение политика о проблемах в действующей системе образования. Вы же сами эти проблемы знаете. Проблема в школе сегодня – это заформализованность учебного процесса, потому что учитель пишет очень много бумаг. Плюс, что такое история. Сегодня уже сдвинулись в понимании, что историю нужно вообще с первого класса начать учить. Сколько занимает история Великой Отечественной войны в процессе преподавания? Сейчас ей отводится 10-11 класс. Ну почему мы изучаем историю Греции больше, чем историю Родины? Нонсенс. Нонсенс. В течение полуторачасового диалога участники образовательного форума получили ответы на свои вопросы, а также уверенность в том, что их полезные инициативы для региона будут поддержаны областными парламентариями. Светлана Семенида, Владимир Жидов.